Нормовен эффективно полегшают симптомы варикоза и пиклуются про ваши ножки. Нормовен. Легкий снег. Здоровье Вен. По завершению этого конфликта никакой Украины быть не должно. Все для дела, все для результата. На это должно быть все нацелено. Николай Белесков, аналитик фонда «Вернись живым» и научный сотрудник НИСИ при президенте Украины в интервью «Радио Свобода». Восемь коротких тезисов. Если ввести в математическую модель те вводные, которые были у нас в начале этого года, нехватка боеприпасов в условиях блокировки помощи Украине в США, преимущество противника в огневой мощи – 1 к 10. Эта математическая модель показала бы совсем другую реальность. Линия фронта должна была бы пролегать дальше, чем там, где сейчас. Это заблуждение. Да, непонятно. Да, кстати говоря, и понятно. Хотел сказать, непонятно, как преодолевать, но и это понятно. Силы обороны Украины, особенно в этот тяжелый период с января по апрель, продемонстрировали невозможное. Конечно, мы отходили. Были определенные потери. Но с теми силами и средствами, которые у нас были в распоряжении, любая математическая модель показала бы куда худшие результаты, чем те, где мы сейчас. Почему? Это правда. Мы не на грани взятия Киева. Киевский режим не на грани поделения. Давайте не принимать как данность тот факт, что идет третий год войны, такой интенсивности и нагрузки, а Украина остается функционирующим государством и контролирует больше 80% своей территории. Нифига себе. Давайте вспомним Первую мировую войну. Конец 1916 года. Итак, перед Второй мировой войной войной... Как раз два с половиной года с начала войны уже начали трещать по швам некоторые империи. А Украина продолжает функционировать. Но результат плохой. И здесь провалились. Я в курсе. И он всегда будет таким, потому что эта работа нечестная и аморальная. С начала этого года в западных СМИ появились аналитические оценки, которые говорят, что советского наследия России хватит еще на полтора-два года активных боевых действий. Мы там что-то в 20 с лишним раз увеличили производство боеприпасов. Мы в разы превышаем возможности противника по авиационной технике. И действительно, несмотря на то, что нам очень тяжело, мы несем потери, где-то точечно отступаем, тенденция очень четкая. Для России большой вызов возобновлять то, что она теряет. Если мы говорим про данную конкретную ситуацию, то даже если бы Путин вдруг по каким-то причинам сумел захватить всю Украину, то ничего хорошего для него лично Путина и для нас в целом России это бы, естественно, не принесло. Основные боевые танки, которые использует Россия, это возобновленные советские танки. И если раньше это были Т-72 и Т-80, сейчас более стойкая тенденция к тому, что это Т-62 и Т-55. Учу себе. Здорово. Вот наветь зараз я говорю, другая армия света, и мне уже смешно. То же самое касается артиллерийских стволов. Они изнашиваются. А Россия не владела таким потенциалом и технологиями до начала войны, чтобы массово их производить. И это большая трагедия. Как это вернуть назад, у меня совершенно, я не понимаю. И, конечно, Россия сейчас ничего с этим не может поделать. Ничего. Ничего здесь с этим не поделаешь. Сейчас они используют гаубицы, принятые на вооружение в 50-60-х годах. Цель как можно сильнее ослабить Россию. Другое дело, что мы должны эти полтора-два года тоже пройти. Но если мы сможем убедить партнеров продолжать поддержку, мы сможем дойти до этого момента. Главное — сохранить свое внутреннее единство. Как по мне, сейчас это даже больший вызов, чем удержание линии фронта. Не перессориться внутри. Внутренний фронт, точнее не фронт, а измерение. Единство. Понимание целей. Сплоченность. Россия делает ставку именно на это. Превосходим Америку в гиперзвуке, в атомоходах, в наших лучших самолетах. И танк у нас, армата, самый лучший. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 прорыв — лучший танк в мире. То, что российского флота как оперативного механизма на Черном море нету. Не физически нету, а нету с точки зрения его реального боевого присутствия. Я думаю, это факт. Ну, вспомните, как с чего все начиналось. Остров Змениный, помните, который героически наши морские пехотинцы взяли? Где это все? Где это, так называемый, контроль за сделкой, продовольственной сделкой, когда все суда Украины досматривали, в том числе с помощью нашего флота? Где? Сейчас украинский торговый флот ввозит это оружие в любых количествах, сколько хочет. Еще год назад этого не было. Ну, ведь год назад еще оружие НАТО на Украину через морские суда не привозило. Сейчас привозят. Где флот? Его нет. Это действительно победа врага. Ну, это просто факт. Факт победы врага. А то, что корабли где-то там остались, где-то в Севастополе стоят или в Новороссийске, ну, наверное, стоят. Ну, как это вообще? Их нету с точки зрения стратегической боевой единицы. То есть они не контролируют Черное море, понимаете? Это факт поражения. И это поражение в этом... Его надо принять. Вообще все вместе сумасшедшее признание. Сейчас мое ощущение, что они не столько рассчитывают на какой-то прорыв нашей обороны, на разгром нашей группировки и захват значительного количества территорий, сколько на то, чтобы подорвать единство, использовать противоречия. Нет такой страны, где не было бы проблемы этнического, религиозного, социального или бог знаеткого характера. Наша предыдущая страна, которая, Великий Советский Союз, которой мы наследовали очень многое, имела огромный опыт в этом плане. Они использовали социальную, как правильно, иногда религиозную и этническую вещь. И нам надо это создавать. Но они дорожат своим единством. Мы не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эйалет или коронный край. Не частина чужих империй, не земли в складе, не союзная республика, не автономия, не провинция, а вільная, самостійная, суверенная, неподильная и незалежная держава. Задача Украины – нанести максимальные потери противнику, сохраняя наших людей и территории, а также сохраниться как функционирующее государство и нация, не подорвав консенсус внутри. Задача – балансировать это и пройти следующие год-полтора. Мы будем биться за свою державность до последнего. Останнего подиха, останнего патрона, останнего солдата, только не нашего, а врага. Мы будем жить, чтобы бороться и бороться, чтобы жить. Будем стоять до последнего, пока не настане перемога. Перемога за нами. Это будет Украина. Огненная гойда на Омском нефтеперерабатывающем заводе, крупнейшем в РФ, горит одна из установок по первичной переработке нефти. Омский НПЗ, принадлежащий «Газпромнефти», является крупнейшим в России. Его мощность составляет 22 миллиона тонн нефти в год, а число сотрудников превышает 3,5 тысячи. Госдума приняла ряд новых законов, касающихся войны. Во-первых, скандальную поправку о гауптвахте за телефоны на фронте пересмотрели. После шквальной критики со стороны военкоров, законодатели приняли решение, что за телефон настолько жестко наказывать не будут. Во-вторых, Госдума обязала иностранцев вставать на воинский учет для получения российского гражданства. И, в-третьих, отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов. Вторые две поправки, очевидно, направлены на увеличение мобилизационного ресурса, но людей стимулирует идти на войну не только принуждением. Еще один регион поднял свои единоразовые выплаты для контрактников. В Орловской области новоиспеченным военным теперь будут платить 400 тысяч рублей. Так, местный губернатор Андрей Клычков выполняет вчерашнюю рекомендацию Путина – платить от субъекта федерации не менее этой суммы. Вчера выплаты до 600 и 500 тысяч соответственно подняли в Липецкой области и в Чувашии. Но этим не закончилось. Из чего состоит мужчина? Муж и чин. Муж – это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства. Депутат Госдумы Андрей Красов. О том, почему должны воевать многодетные отцы и отцы детей с инвалидностью. Из чего состоит мужчина? Муж и чин. Муж – это воин, защитник нашего общества и государства. А в последующем чин – это работник, добытчик. Каждый мужчина должен защищать наше государство. А потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи. А из чего состоит Кремлебсдун? Интересно. Каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство. А потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи. Именно так. Именно так. В Google заявили, что не причастны к проблемам с YouTube, возникшим недавно в РЭФ. Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны. Ответили в корпорации на запрос коммерсанта. Напомним, недавно в работе видеохостинга наблюдался сбой. И пользователи 16 регионов РЭФ и аннексированного Крыма жаловались, что YouTube у них загружает видео с задержками или не работает вовсе. Перед этим председатель комитета связи Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки упадет на 70%. Одновременно прекратил работу и российский клон YouTube – сервис-платформа. На его сайте появилась заглушка о технических работах. Разработку этого сервиса анонсировали в конце июня. Радуется Маргарита Симоньян. Она выложила в телеграм-канале пост «YouTube капут, ибо нечем». Незадолго до этого российские мобильные операторы предупреждали пользователей о возможных сбоях в работе видеохостинга. Причина сбоев понятна. Вот потому что... Ну, потому что... Ну, потому что потому. В Севастополе фугасная часть сбитой ракеты «Атакамс» пробила крышу девятиэтажного дома. По крайней мере, так сообщает губернатор Михаил Развожаев. Она застряла на тех этаже. Людей, живущих рядом с местом происшествия, призывают не выходить из домов. Часть проспекта генерала Острякова закрыта до 12 часов дня. На дороге разбросано много суббоеприпасов от ракеты. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что оперативные службы принимают решение о транспортировке или уничтожении ракеты на месте. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать? Также в Балаклаве на юго-западном побережье оккупированного Крыма отмечаются пожары на территории российской части ПВО. Это видно на спутниковых кадрах. Их публикует телеграм-канал «Крымский ветер». По данным телеграм-канала, время снимков совпадает со временем ночной атаки на Севастополь. При этом отмечается, что подобные возгорания могут быть свидетельством как пусков ракет, так и попаданий. Еще одно дело завели на людей, связанных с Минобороны. Силовики провели обыски и задержали руководителя военторга и, как говорится в их отчете, бенефициара подконтрольных организаций 41-летнего уроженца Северной Осетии. Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве. Возбуждено дело о хищении в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты с соучастниками в 2019 году организовали заключение госконтрактов на поставку вот таких армейских сумок для средств личной гигиены. Общая стоимость закупок составила 625 миллионов рублей. Но подозреваемые, считают силовики, необоснованно увеличили ее на сумму свыше 400 миллионов. Обыски прошли в нескольких регионах, в том числе в квартирах сотрудников Минобороны. Должность главы военторга занимает Владимир Павлов. Журналист-расследователь Сергей Жо в своем канале сегодня напомнил, что Павлов – давний деловой партнер бывшей любовницы бывшего же главы Минобороны Шойгу. Открывал с ней ресторан. Его сын возглавляет компанию «Лифтовые инновации». Сам Павлов, кроме всего прочего, мог быть и спонсором основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам журналиста, половина всех поставщиков питания для военторга были аффилированы с Пригожиным. В военторге Павлов получал больше миллиона рублей в месяц. Минобороны сотрясают коррупционные скандалы с увольнения Шойгу. Под арестом находятся несколько высокопоставленных сотрудников ведомства и бизнесменов, связанных с ними. Два человека, которые проходили по делу замминистра Тимура Иванова, внезапно скончались в один день. Вот интересное кино. Армения выгнала российских пограничников из аэропорта Звардноц. Они там находились 32 года. Война – это мир. Свобода – это рабство. А позорное изгнание – это торжественное шествие с национальным флагом. Два с половиной миллиарда рублей в день – чистый убыток «Газпрома» после того, как заработали санкции. Сделать из компании, которая кормила всю страну убыточное воровское болото, смог только такой стратегический геополитик, как Путин. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. Субтитры создавал DimaTorzok